привет дорогие мои друзья с вами оксана и сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему ухода за кожей лица после 45 лет кому тем это интересно оставайтесь со мной сразу хочу сказать что мне уже далеко за 45 мне 48 поэтому представление и опыт я имею все рецепты секреты советы и какие я хочу дать они как говорится испытаны на себе к ним я пришла в результате своих проб и ошибок и хочу с вами поделиться пришла я к тому что лучший уход закончился это аптечный уход то есть те средства какие я использую в уходе за своей кожей лица я покупаю в аптеке это витамины в чистом виде это масло в чистом виде ну вот собственно говоря и все что нам нужно поверхностно могу ознакомить вас с тем арсеналом средств какой я использую вот на сегодняшний день а в дальнейшем видео я уже подробно буду делиться с рецептами масками для лица кремами какие я делаю собственно ручно и так начнем поверхностное ознакомление так первое что хочу сказать я в аптеке постоянно покупаю витамин c добавляю его в крема добавляю его в шампуни добавляю его в маски в маски для волос маски для лица как говорится витамин c это все что нам нужно шучу конечно так следующее покупаю в аптеке витамин а и вид а и вид принимаю как вовнутрь так и делаю на ночь масочки наношу на кожу лица втираю оставляю прекрасный эффект следующее что я использую это глицерин глицерин добавляю в крема для рук также добавляю в маски для лица один нюанс то что избыток глицерина пересушивает кожу с ним надо осторожно ретинол ацетат очень люблю я добавляю в крема добавляю в маски добавляю в маски для волос в общем прекрасное средство следующие это эфирные масла основное конечно это у меня лаванда пачули пихтовое апельсиновое масло их очень тоже люблю покупаю постоянно добавляют также во все средства также и в ароматерапии их применяют то есть дома они должны быть обязательно следующие ацетилсалициловая кислота таблеточки размокаю в воде наношу как химический пилинг прекрасное средство отшелушивает отбеливает пользуюсь постоянно следующая цинковая мазь цинковая мазь наношу на ночь если что-то как как какие-то неровности какие-то высыпания бывают кстати она и увлажняющий эффект дает прекрасный я раза два-три в неделю наношу эту мазь на ночь и в общем хотел показать вам вот уже она у меня на исходе можно сказать уже нужно закупаться постоянно пользуюсь люблю обожаю следующее средство мазь ям не пугайтесь это мазь для обработки ран у животных на основе дегтя это мазь запах имеет ужасный ощущение при нанесении ужасные но эффект потрясающий опять-таки если у вас есть высыпания какие-то там воспалительные процессы на коже прекрасно единственное что вы когда наносите она жжет в этом случае вы берете журнальчик тетрадку и машете терпите если вы вытерпели вы молодец так пользуюсь тоже постоянно кстати еще умываюсь я исключительно дегтярным мылом опять запах это прям вот главное что может быть вас остановит но привыкнуть к нему можно возможно увидев результат конечно такого умывания вы поймете что да она стоит того и так мои дорогие не ленитесь ухаживайте следующем видео я подробно расскажу какие крема я делаю на ночь какие крема я делаю под ухода для ухода под глаза наношу на ночь также дневные какие крема я делаю оставайтесь со мной всем пока пока